Микс Ньюз Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире И сейчас у нас, как мы уже анонсировали Известный российский писатель, сценарист Я бы сказал, еще и культуролог Алексей Викторович Иванов, добрый день Здравствуйте Да, я думаю, что те, кто следят Вообще за российской литературой Наверное, знают О целом ряде произведений Нашего сегодняшнего гостя об Урале Ну, конечно, роман замечательный Георгий Глобус в пропел Это, наверное, одно из таких топовых вещей Но сегодняшний наш гост приехал в Ригу Не с пустыми руками И он представляет новый роман Пищеблог И сегодня, кстати, 18 апреля В 18 часов в кафе книжного магазина Полярис Так что, уважаемые радиослушатели После этого эфира вы еще успеете Увидеть автора Может быть, даже задать ему вопрос Вот в торговом центре Дамино Шоппинг на Ерику-3 Вот состоится творческая встреча С нашим сегодняшним гостем Может быть, добрый день Может быть, тогда И начнем вот с пищеблока Вот с этого романа Я понимаю, что нельзя Неправильно было бы пересказывать его всего Но я знаю, что там Очень интересный сюжет Который развивается Вот в советском пионерлагере Вроде все идет размеренно Ничто не предвещает Каких-то таких неожиданностей И сюрпризов Ну, а там прямо Я так понимаю Вампирская история Пересказывайте, а не бойтесь Да Вампирская история Да, конечно Это про вампиров Да Ну, наверное Не знаю Такой вопрос задам Это какая-то была Совершенно неожиданная Вот идея Которая пришла в голову Или вы долго Вынашивали И вам вообще Как писателю нравятся Такие подходы Когда вроде бы все Спокойная Обыденная жизнь И вдруг Что-то происходит Экшн Ой, на такой вопрос Мне как-то сложно ответить Потому что я придумываю романы Не то, чтобы вот неожиданно Роман приходит медленно Вызревает медленно Это может быть и месяцы, да? Это годами длится Например, мне уже Очень давно хотелось Написать про Советский пионерский лагерь И очень давно хотелось Написать про вампиров Вот Но тут Сформулировалась в голове Такая идея Которая позволила Совместить эти два желания Вот И сразу Получился роман Пищеблог Ну это что-то такое Смесь фантастики, да? Советской действительности Ну, знаете Формально, да Безусловно Это, конечно Смесь фантастики И мистики И пионерского романа Такого Советского образца Но это только С формальной точки зрения Потому что На самом деле Скажу без ложной скромности Роман гораздо глубже Чем кажется на первый взгляд И это ни в коем случае Не жанровое произведение Но это все-таки О взаимоотношениях людей, да? Нет Это роман об идеологии Скажем так Внешний пласт Это жанровое произведение А в глубине Это роман об идеологии А в самой-самой-самой глубине Это роман О способах существования Информации в обществе Я могу об этом Рассказывать достаточно долго Если угодно Расскажу Сейчас очень актуально Все-таки Несколько слов скажите О каком пласте? Вот об информации Об информации Этот роман я придумал тогда Когда познакомился С теорией меметики Английского Или американского ученого Ричарда Докинза Докинз утверждает Что любое Значимое явление Например Религия Идеология Государство Культура Это все Оно является Неким информационным комплексом И этот огромный Информационный комплекс Живет по принципам Биологической системы То есть Он взаимодействует С другими информационными Комплексами Пытается как-то Их подчинить себе Или уничтожить Или наоборот Отступает Под натиском Более сильного Информационного комплекса Ну то есть Живет по тем же законам Что и Некая биосистема Вот И В романе Я описал Взаимодействие Трех Таких информационных Комплексов Первый информационный Комплекс Это вампиры Про которых мы Сейчас уже сказали Вампиры Со всеми их порядками С боязнью Солнечного света С пионерскими Ритуалами Как и берегами С внутренней Вампирской Иерархией О которой можно Отдельно поговорить Второй информационный Комплекс Это Советская ритуальность Пионерская ритуальность Все эти Галстуки Подъемы флагов Линейки Речевки Там Отряды Знамена И так далее Что прекрасно знакомо Читателям Моего поколения Ну и Третий информационный Комплекс Это Живое детство Со всеми его Страшилками Пугалками Знакомые Многим Люди в нашем поколении Чуточку старше Да Смешными Детскими законами Обзывалками Дразнилками Приметами И так далее И вот эти три информационных комплекса Находятся во взаимодействии Вампирский комплекс Хочет Подчинить себе Детство Вот И для этого Ему приходится Мимикрировать Под Пионерский Информационный комплекс Который уже Окостенел И умирает Вот я В виде Этих Ну В виде этих отношений Показал Как существуют Информационные комплексы В современном мире Но это самый глубинный Пласт романа Который будет интересен Скорее всего Только тем Кто интересуется Миметикой Докинза Есть и другой пласт Скажем так Средний Это пласт Посвященный Идеологии Дело в том Что любая идеология Она устроена Так же Как устроено Вампирство В моем романе То есть Во главе идеологии Обязательно Стоит человек В романе Он называется Стратилат Которому на эту идеологию Глубоко наплевать Но ему Выгодно Чтобы эта идеология Процветала Ему служат Самозабвенно И с полным Самотречением Некие апологеты В романе Они называются Пиявцы Такие подчиненные Вампиры Вот И вся эта система Базируется На Скажем так Ну На обычных Людях Которые являются Жертвами этой системы В романе Они называются Тушки Вот так Как я описал Вот эта Иерархическая структура Она характерна Для любой идеологии То есть Фактически Вы пытаетесь Все-таки Параллели с реальным миром Повести Да Безусловно Конечно Параллели с реальным миром Они очевидны Вот и проблема В том Что Любая идеология Даже самая хорошая Становится вампирством Тогда Когда она становится Тоталитарной То есть Тогда Когда она в обществе Одна Идеология Может быть Ну вот Совершенно любая Это может быть И Там Советская там Вера в коммунизм Это может быть И Либеральная идеология Там Которая Тожествовала В 90-е годы Это может быть И христианская Вера даже Все что угодно Если она Тотальная То она Превращается В нечто чудовищное Христианство Превращается В инквизицию Коммунизм Превращается В террор Либерализм Превращается В беспредел И так далее Главная проблема Это Тоталитаризм Вообще Господство Одной идеологии Да Конечно Идеологии Всегда должно быть Несколько Есть ли в романе Ну для тех Кто не читал Но я советую Обязательно Это сделать Как вы считаете Должен быть Вообще Либо в романе Вот Хэппи-энд Да То есть Ну такая Хорошая концовка Это не норма Это во-первых Выбор Самого автора Делать ему Хэппи-энд Или не делать А во-вторых Есть некие Каноны жанра Все-таки Пищеблог Написан С ориентацией На жанр Романа ужасов А там Обязательно Должен быть Крючок На Возможно Следующее Продолжение Я никакого Продолжения писать Не собираюсь Но по канонам Жанра Этот крючок Должен быть То есть В принципе Это ваша такая Принципиальная позиция Что не надо делать Такие книжные сериалы Ну то есть Делать Пищеблог 2 Не важно Как он будет называться Или вы считаете Что все Что вы Хотите Сказать Этим романам Вы уже сказали И делать Какое-то там Не знаю Продолжение Оперу Мыльную Не стоит Да Конечно Я уже все Сказал И всякие Сиквелы Приквелы Мне абсолютно Неинтересно А я этим Никогда Не занимаюсь Вот Наши Я думаю Радиослушатели Которые Вот следят И за российской Литературой И конечно За экранизацией Знают Что целый ряд Ваших произведений Было экранизировано Часть Наверное Удачная Часть Вот Как я знаю Вы Не очень довольны Тем Как это все Особенно Я понимаю Боль автора Ну мы Журналисты Тоже в какой-то степени Писатели Может быть Короткого жанра Вы тоже Начиная с журналистики Так что вам все это знакомо И конечно Если допустим Редактор Делает из твоего Статьи То что ты не можешь узнать Только остается твоя фамилия Мы понимаем Какова наша будет реакция Даже если осталась фамилия Эти бы выпутили гонорар Конечно Поэтому я вас Естественно Это прекрасно понимаю А на взгляд Почему так иногда Получается Вот не знаю У тех Кто экранизирует Их не волнует Не знаю Ощущение Или настроение Мысли автора Они хотят Все это сделать Как они это видят Тут На самом деле У вас не один вопрос А сразу несколько И все эти несколько вопросов Большие Начну с того Что писатель В кинематографе Может участвовать В двух ролях В двух ипостасях Во-первых Он может быть Автором произведения Первого источника То есть я написал роман А дальше уже Продал права На экранизацию И дальше Пишут сценарист Снимают режиссер Я как автор Просто стою в сторонке Курю на лестнице И жду Итогового продукта Вместе со всеми зрителями Не оказываю Никакого влияния На процесс И соответственно Не несу Никакой ответственности За результат Вот есть Другой вариант Когда писатель Является автором сценария И в таком случае Он соавтор фильма Он должен оказывать Влияние на процесс И естественно Несет ответственность За результат Вот в тех случаях Когда я автор Первого источника Обычно Все получается хорошо И фильмы Которые выходят Мне очень нравится Вот Но в тех случаях Когда я Автор сценария У меня Обычно Это завершается конфликтом Потому что Начинает вмешиваться режиссер Мне не нравится Как он вмешивается И я Испроцент Ухожу Ведение вам навязать Да, видимо Я вот не знаю Своё видение Или не своё видение А зачастую Мне представляется Что дело Не в каком-то там Видении И вовсе Не в творческих вопросах Потому что Кто ясно мыслит Тот ясно излагает Если режиссер Не может для меня Аргументировать Почему Он предпочитает То или иное Художественное решение Я считаю Что это волюнтаризм И он не имеет Права на существование В проекте Мне представляется Что причина всему Огромное эго Режиссера То есть Когда режиссеру Хочется изменить Просто потому Что ему хочется изменить И никаких других Аргументов У него нет Да Вот Но так устроен Наш кинематограф Западный кинематограф Я имею ввиду В первую очередь Сериальное производство Устроено Несколько иначе Там есть такая профессия Называется На шоу-раннер Это человек Который следит за тем Чтобы каждый Занимался своим делом Видимо Это очень правильно Да Писал сценарий Режиссер снимал фильм Актёры играли роли И никто не занимался Делами своего коллеги Да Но вот Я так понимаю Все равно Вы Очень плотно Работаете В кинематографе Или с кинематографом Я так понимаю Что Начались съемки Сердца Пармы Да О чем может быть Это О том же О чем и сам роман Это история Последнего Древнерусского княжества Оно называлось Пермь Великое И существовало На Северном Урале В 15 веке Мне кажется Вы открываете Очень интересный пласт Такой вот Истории Прекрасного Урала О которых я думаю Даже многие россияне Не знали ничего Я уже не говорю О соотечественниках За пределами России Конечно Это очень малоизвестная история Но тут Дело не в том Что открываем Какие-то новые страницы истории Потому что Ну по большому счету На судьбу страны Эти события Не оказали никакого значения Такие локальные были Да Это были локальные события Но Это события были Очень выразительные Эстетические Потому что В то время Православная Русь Вторглась на языческий Урал И в общем Мы наяву Увидели Жанр фэнтези То есть Когда есть шаманы Колдуны Какие там проклятия Заповедные леса Все это было На Урале Все это было в реальности Да Вообще Русский фольклор Он сложился в 15 веке Как раз под влиянием Уральских финно-угров С которыми Столкнулись русские люди Когда пришли на Урал Вот И очень многие образы Из русского фольклора Они как раз Родом-то с Урала Всякие там Бабы-яги Вот И Прочая нечисть Если например Вы посмотрите Иллюстрации Билибина Вы увидите Не среднерусские пейзажи А уральские пейзажи Потому что Билибин Интуитивно Понял Какие пейзажи Ему надо рисовать Ну я считаю Что это уже Очень важный пласт Хоть может быть Он не играл Такую судьбоносную роль Но тем не менее В каком-то смысле Для культуры Конечно он играл Судьбоносную Для политики Нет Да Ну вот Что касается Пищеблока Ну у меня такое ощущение Что и это будет Икранизировано Да Права на пищеблок Я уже продал Причем Пищеблоком Интересовались Очень активно Даже до того Как я роман написал Всего у меня было Девять предложений Об экранизации Пищеблока Девять Да Я выбрал компанию Александра Цикала Стрела Эта компания Один из лидеров Сериального производства И компания Которая Максимально Выходит на западный рынок То есть пять продуктов Этой компании Проданы Каналу Нетфликс А это супер Результат Для российской компании Ну вообще Мне все таки Кажется Что Российский кинематолог Развивается Несмотря на Не знаю На все проблемы На нехватку На финансирование Тем не менее Мы видим Что появляется Конечно Как обычно Бывают и сериалы Ну мягко говоря Не очень высокого качества Но бывают И очень сильные К сожалению Далеко не все Подобные фильмы Можно увидеть По телевизору Чаще Только в интернете Но российский кинематограф Действительно развивается И развивается В правильном направлении В этом плане Вы пока не знаете Можно будет ли Пищеблок По российским каналам Посмотреть Ну скорее всего Что нет Учитывая Его специфику Вампирско-пионерскую Но это не принципиально Сейчас же Интернет всем доступен Это правда Да А что касается Сериала Ненастья На мой взгляд Очень интересного Как вы сами оцениваете Мне очень понравился Сериал Ненастья И я с огромным Уважением Отношусь к Сергею Урсуликову Как к режиссеру Талант Да Конечно Конечно Что касается Вот Пищеблока Такой наверное вопрос Который вам часто задают Журналисты Кто Является Не знаю Первыми читателями С кем вы Как бы сверяете Что для вас Важно Кто скажет Первое мнение о нем У меня вот В чистом виде Первого читателя Нет Потому что Я своему Ближайшему Окружению Даю Там Фрагментами Почитать Пока еще Пишу Даже еще Пока На этапе Ну и разумеется Я рассказываю О том О чем будет роман То есть В чистом виде Читательского Впечатления Я не получаю Так чтобы Читатель взял Незнакомую книжку Прочитал И вот У него Сформировалось Какое-то отношение Вообще Первые читатели Это те Кто являются Первыми читателями Вот Книги В реальной жизни То есть Те кто покупает В магазине И потом Высказывает Свою точку зрения Бывает так Что действительно Вы какие-то фрагменты Подумав Прочитав Переосмыслив Переписываете Полностью Нет Такого не бывает Никогда Потому что Я работаю Очень осмысленно И перед тем Как начать писать Я очень глубоко Продумываю Что будет сделано Уже в голове И складываете Да И всю сюжетную линию Тоже Конечно Конечно Никогда меня герои За собой не ведут Всегда Я руковожу процессом Не так Что Абсолютно Точное замечание Потому что Вы сели писать Не зная Чем это все закончится Нет Такого никогда не бывает Все это безумное вдохновение Это не для меня То есть Вы так Медленно Вдумчиво Все это Ну Не то чтобы медленно И не то чтобы вдумчиво Технично Скажем так Да Ну что ж Привемся не на другу Во второй части Будем принимать ваши звонки 612-939 Телефон прямого эфира Писатель Алексей Иванов У нас сегодня в студии Не переключайтесь Микс Ньюз Да Алексей Викторович Иванов У нас в студии Известный российский писатель Который Ну Через полтора часа Буквально 18 часов В торговом совете Домино В замечательном Кижном магазине Полярис Встретится С читателями С посчитателями Я так понимаю Что будет наверное Возможность Приобрести новый роман Пищеблог Ну так я Обычно это все происходит Может быть Несколько слов До чего вам нужно Вот эта ответная Реакция читателей Потому что Ну Считается Что писатели Многие По крайней мере Достаточно Замкнутые люди Они продумывают Там произведения Может быть Им не очень важно Вот это общение Как для вас По правде говоря Я практически Не встречал писателей Которым Этого общения Было бы не важно Может быть Действительно Есть такие Которые сидят В башне Слоновой кости Но их не видно И не слышно Вот это общение Действительно важно Потому что Это то Что называется Интерактив Это подзарядка Реальной энергии Кроме того Это возможность Поговорить О произведении И вообще О жизни Реально Потому что То что происходит Например в соцсетях Это нереально И не честный разговор А честный разговор С глазу на глаз Это точно Вот Насколько для вас Все таки Я знаю Что вы много путешествуете Насколько для вас Вообще важна Точность Ну не знаю Документальная точность В описании Каких-то там Не знаю Событий Может быть Каких-то вот мест Я не говорю Про сюжет Про вампиров Понятно что вы Не из реальной жизни Подсмотрели вампиров Хотя как мы видим Эти идеологии Параллели просматриваются Насколько для вас Это важно Потому что Есть разные Категории писателей Я знаю Что есть Очень такие Педантичные Которые там Буквально Любое историческое событие Там хотят Вот разживать полностью Это очень важно И даже дело Не в том Что хочешь там Проживать полностью Историческое событие Все равно Оно уже прошло И сколько ты Не рядись В одежде Ты все равно Ведь не проживешь его Просто я полагаю Вообще Я пишу Не о Москве А я пишу О России И я полагаю Что очень многие События российской жизни На географию Завязаны Так же плотно Как и на политику Поэтому Надо изучать географию Например Вот у меня есть Книга Виллы Посвященная Пугачевскому бунту Если не побывать На тех местах Где этот бунт проходил Ты ни за что не поймешь Что такое Пугачевский бунт Даже Пушкин Который жил там 200 лет назад Он и то поехал В Оренбуржье Чтобы посмотреть Те места Своими глазами Это все таки Взаимосвязано Да Это очень взаимосвязано И это действительно важно И когда вы побывали Вы как-то Другими глазами На этот Пугачевский бунт Конечно Совсем другая структура Книги сложилась И другие смыслы Появились И определились Потому что я увидел Как живут люди На этих территориях Вот И по жизни Современных людей Понял Что происходило Вот там 250 лет назад Когда Гремела Пугачевщина Потому что Образ жизни В каких-то Своих базовых основах Он все равно Не изменился То есть фактически Вы поняли Вот эту подоплеку Почему это произошло Да, конечно А вот на ваш взгляд Пугачевское Восстание Оно оказало Дальнейшее влияние На судьбы Вот России Не могу сказать Про судьбы России в целом Но на отдельные Так сказать Фрагменты Российской жизни Безусловно Оказало влияние Ну например После Пугачевщины Было упразднено Волжское Казачье войско Или например После Пугачевщины Ну там через небольшой период Но тем не менее После Пугачевщины Башкиры Которые Всем народом Бунтовали 150 лет Башкиры Были превращены В башкиры Мещерякское Регулярное Казачье войско Вот И в формате Казачьего войска Они получили Все те провазы Которые они боролись Пока они были В формате крестьян Вот Ну и так далее И так далее Я уж не буду Углубляться в исторические Подробности Но Пугачевщина Оказала большое влияние На российскую историю Внутреннюю А есть какие-то такие Вот интересные тоже моменты Историко-географические Которые вы даже на Урале Еще Ну хотите Ими заняться Потому что у меня все-таки Создается ощущение Что вот этот регион Вы знаете Там не знаю С закрытыми глазами Все что там происходило Ну я не только Урал знаю Да конечно Многие регионы Прекрасно знаю Да такие темы есть Ближайшая тема Которой я хочу заняться Точнее я уже потихонечку Начал заниматься Это тема История российского Речного флота А это разумеется Не только Урал Это и Волга Это и Северная Двина Это Опер Тыш Енисей Елена И так далее И так далее И так далее Но это такой больше документальный проект Да Это проект Документальный Что касается Вот Самих романов Вот Пищеблок Это новый Который вы будете представлять Но я так понимаю Все-таки у писателя Всегда еще есть в голове Или может быть уже Что-то на бумаге Положишь что-то новое Что-то следующее Замыслы безусловно есть Как говорится Одну ягодку беру На другую смотрю Третью Примечаю Четвертая Берещица Вот Замыслы есть Но я пока ими делиться не буду Потому что сейчас я Определяюсь со своими Кино Телепроектами И в зависимости от того Что у меня с ними получится Я уже буду знать Что и когда я буду писать Ну работа много Работа много Слава Богу Нет ли такой вот Не знаю Опасности Или может быть Вы сами Стараетесь Чтобы одно произведение Ну говорят Что вот Как и у журналистов Наверное у писателей Тоже есть какой-то стиль Да И те кто вот читает книги Ну определенных писателей Своих любимых Они даже когда Если там не знаю Закрыть название И фамилию автора Они скажут Ну вот это точно Не знаю Это вот Алексей Иванов Да вот У вас тоже есть такой стиль Или вы не знаете Делаете все Чтобы не повторяться Чтобы каждое произведение Было ну Совершенно не похоже Ну знаете Сохранять свой стиль Это совсем не то Что повторяться Повторяться Это значит Повторять там Свои темы Сюжетные повороты Метафоры И так далее Такого я не допускаю А сохранять свой стиль Для писателя Очень важно Вот я надеюсь Что я свой стиль Сохраняю Невзирая на то Что работаю В очень разных жанрах Там от исторического Романа До мистического Нет ли Не было ли желания Не знаю Приобщиться к детективам Да Говорят что Ну всегда популярный жанр Всегда Не знаю Пользуется спросом Ну я в каком-то смысле Приобщился Потому что скажем Роман Золото бунта Его вполне можно Расценивать как детектив Там главный герой Выясняет Кто убил его отца Вот На протяжении Всего романа То есть Формально Это детектив Так что Так что Можешь считать Что вы уже Вступили Я уже там В сообщество Не могу Не задать такой вопрос Такой может быть Концептуальный Не знаю Он громко звучит О судьбе книгоиздательства Но мы знаем Что век интернета Когда многие Не знаю По крайней мере Молодежь Что-то в бумажном варианте Редко что-то читает Пытается Через интернет Вот в смартфоне Читать книги Мне кажется Это очень неудобно Ну дело Житейское Нет ли такой опасности Что не знаю Тиражи продолжат уменьшаться И все вообще будет В таком неживом Чистоэкранном варианте Знаете Тут можно Ситуацию Уподобить Появлению Кинематографа Когда Люди стали кричать Вот Театр вымирает Вот теперь все будут Смотреть на экране Потом телевидение сказали Вымирает Все остальное Потом вымирает кинематограф Когда появилось Телевидение Нет Ничего не вымирает На счастье В человеческой культуре Все продолжает существовать Разумеется Меняются пропорции Меняются масштабы Явления Но тем не менее Явление Сого как таковое Оно остается Точно так же При появлении Электронного чтения При появлении Аудиокниг И так далее Бумажные книги Все равно останутся Потому что Чтение бумажной книги Это же не просто Потребление текста Это определенное Культурное явление Это определенный Культурный процесс Который сам по себе Доставляет удовольствие Доставляет удовольствие Тактильные ощущения От книги Доставляет удовольствие Ритуал чтения Бумажной книги Это особая такая Процедура Ну конечно Вот представьте Что вы Например Там вечером У камина Садитесь Там с вином Почитать какую-нибудь Интересную книгу Но вы же не возьмете Айпед Вы возьмете Бумажную книгу Конечно По крайней мере Люди моего поколения Уж точно Да я думаю Что и люди Будущего поколения Тоже Ну точно так же Как если люди Захотят хорошо провести Вечер Так красиво Роскошно Но они пойдут в театр Они не пойдут в кинотеатр Где попкорн Они пойдут в театр Да Ну вот Что делать Я так понимаю Что с этим Многие писатели Сталкиваются Практически все Наверное И не только в России И по всему миру Это вот Попытка Ну я считаю Кражи Или авторских прав Все что происходит В интернете С этим как-то Можно бороться Потому что Кто-то говорит о том Что это как Не знаю Дракону Отрубать голову Ну один там Портал закрывает Который вот Уворовывает произведение Потом следующий Тут же открывается И это совершенно Безнадежно Кто-то даже По-моему Махнул рукой И сказал Ну ладно Пускай читает Пускай Популяризирует Мои произведения Это все конечно Ужасно И по поводу того Что такие кражи Популяризируют произведения Это все демагоги Во всяком случае В Европе И США С этой проблемой Справляются Но у нас В России Справиться не могут В силу того Что власть Очень боится Тех Кого называют Хомячками Не хочет с ними Ссориться Вот и поэтому Предпочитает Разрешать им Воровать В Европе Не разрешают Вот Но дело Даже не в этом Дело в том Что Когда Вот таким образом Воруют Художественные Произведения Они Мешают Скажем так Творцам Капитализировать Свой труд То есть Они мешают Создавать Следующие Произведения То есть Если например Продюсер Не отобьет Денег На фильме Который Будет украден В интернете Он не снимет Следующий фильм Если писатель Не получит Прибыли За свой роман Ему придется Искать какую-нибудь Работу И следующий роман Выйдет не через два года А через восемь лет То есть Те кто Кричит О свободе Пользования В интернете На самом деле Лишают Себя И всех остальных Новых культурных Продуктов Это надо понимать Трезво Вот И Это Жесткая реальность Но Именно так И обстоят дела Вот Кто ваш читатель Как вам кажется Какой-то портрет Не знаю Или вы так Не можете сказать Возрастная категория Может быть Те кто больше увлекается Что-то на грани Истории Мистики Нет У меня нету Никакой целевой аудитории Вообще Есть такое хорошее выражение Что Писатель пишет Те произведения Которые он хотел бы Почитать сам Но их никто Кроме него Не написал Вот И у меня точно так же Я пишу то Что хочу прочитать сам То есть Что вам интересно Вообще Да Мой читатель В первую очередь Я Да Это наверное Правильный подход Еще Может быть Такой вопрос Который я хотел задать Что касается Вот Когда Ну экранизируется Произведение Автора В частности Вашего Как вы считаете Должны ли Не знаю Актеры Не только режиссер Актеры Которые будут играть Тех или иных Персонажей Не знаю Говорить с автором Что пытаться понять Что он хотел Передать Что он хотел Вложить Потому что Мы знаем Даже из уроков Школьной Литературы Потому что Иногда читаешь Критиков Что они там Говорят о произведении Авторов Такое ощущение Создает Я понимаю Что это классика Но создается ощущение Что эти комментаторы Они вместо автора Знали Что он хочет сказать И иногда Хочется спросить Слушайте А может быть Сам автор знает Что он думает О своем герое Зачем вы за него Говорите Вот на этот вопрос У меня нет ответа Я думаю Что об этом Надо спрашивать И у режиссеров И актеров Нужно ли им Такое общение Но мне Кажется Что такое общение Нужно Но это мое Субъективное мнение И я здесь Не претендую На правоту Вот Но тем не менее Мне кажется Что должны говорить Да Ну что Спасибо большое Те вопросы Которые мы Не успели задать Вы уважаемые Радиослушатели Сможете задать В 18 часов В кафе Книжного магазина Поляри С торговым центром Домино Алексею Викторовичу Иванову Спасибо большое Спасибо